Друзья, всем привет! Меня зовут Олег Логинов. И сегодня у нас будет немножечко скучный, но безумно полезный урок по бачате. Мы поделаем очень классные упражнения, которые вам помогут быть всегда в железобетонном балансе, всегда танцевать от пола, движения будут всегда заполнены, и вы будете смотреться очень круто на танцполе. Итак, поехали! Смотрите, очень важная вещь всегда стоять на своих ногах. Для этого мы поделаем следующее упражнение. Встали на одну ножку, вторую выставили в сторону. Важно, ваши ножки стоят не по шестой позиции, а немножечко в сторону третьей позиции, потому что ходить вот строго по шестой позиции вам будет неудобно. Это не естественно, а естественно, чтобы ваши ножки немножечко разворачивались. Поэтому мы всегда танцуем с вами бачатом вот такой немножечко по третьей позиции. Итак, мы встали, допустим, на правую ножку, левая в стороне. Теперь что мне нужно? Мне нужно подсобрать мой живот, то есть чтобы мои бедра не были отвлечены назад. Я немножечко подсобираю вот эту часть. Я в тонусе. Это не значит, что я бедра сильно выворачиваю вперед. Нет, ни в коем случае. Я просто их немножечко подсобираю. Здесь у меня все собрано. Как будто вы втянули интимные части тела в себя. Такая... Да, как бы смешно это ни казалось, но реально ощущения приблизительно такие. Дальше. С нижней частью разобрались. Теперь идем выше. Ваши ребрышки. Смотрите, когда вы танцуете, очень часто, когда вы делаете любой подъем, вдох, у вас ваши ребра раскрываются. Этого не должно быть. Вы должны выдыхать и собирать ребра. Да, вы вдыхаете наверх, вы вырастаете, растягиваетесь, но вы не разваливаете вашу грудную клетку, ваши ребра. Поэтому здесь мы тоже собираем. Итак, мы собрали внизу, собрали здесь. Дальше. Наша спина. Спиной мы тянемся в потолок. Наш позвоночник через макушку растягивается наверх, а мы максимально вытянуты и ровны. Следующий момент. Наши плечи. Наши плечи всегда давят в пол. То есть мы стремимся ручками вот туда вниз давить в пол. Вот это то положение, в которое мы должны танцевать. Это не значит, что мы такие... Пережались и все. Нет, ни в коем случае. Это тонусное состояние. То есть мы стремимся плечиками вниз. Мы стремимся позвоночником наверхнуть. И значит, что мы себя максимально зажали, чтобы держать вот этот позвоночник, что я тянусь наверх. То есть все в легком тонусе. Здесь немножко собрали, здесь выдохнули, здесь, здесь собрали. Вот оно положение, с которого в принципе начинается любой сеншоу, любая пластика, любое коннекшн и взаимодействие. Итак, встали, допустим, на правую ножку, левая в стороне. Вот в этой позиции. Теперь начинаем немножечко приподниматься на подушечку. Как только мы поднялись на подушку, то есть оторвали пятку, сразу ваша нога включается. Все мышцы на ноге ваши включаются. Вы находитесь в тонусе, и ваша нога готова вас толкать на другую ножку. То есть я сейчас перенес вес за счет того, что я толкал, толкал, толкал все время себя на левую ногу. Теперь левую ножку, пяточку я опускаю. То есть я здесь что делаю? Я принимаю свой вес. Я опустился, я принял его. Тогда вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Итак, еще разочек. Вы приподнялись в тонусе, вы перенесли вес, вы опустились. В момент опускания ножку мы собираем. Как раз вот эта нога получается очень естественная. Не просто мы такие, что подтянули ногу, а выдыханием, опусканием вниз мы собираем ножку. Дальше мы, допустим, пойдем с вами вперед. Я выношу ножку. Очень важный лайфхак для любых волн, особенно снизу наверх. Немножечко раскрывать наши бедрышки. Вот эти вот мышцы раскрывать. Тогда у вас как раз автоматом будет эта третья позиция в стопах. И у вас будет очень правильное, хорошее ощущение. Мы раскрываем бедрышки, выносим ножку, приподнимаемся на подушечку. Дальше мы переносим вес. То есть мы толкаем себя задней ногой на переднюю ногу. И когда мы полностью перенесли вес, мы опускаемся и подносим ножку. Опускаемся мы, естественно, на передней части стопы. И вес расположен равномерно на всех четырех пальцах. То есть не на внешней стороне, больше не на внутренней, а на всех четырех пальцах. То есть я как бы расплюсную свою стопу. И я нахожусь вот здесь вот. Опускаюсь, собрал. И таким образом попробуйте походить в разные стороны, для того, чтобы как раз очень хорошо проработать свой баланс. Поднялись, перенесли вес, опустились, собрали ножку. Вынесли, раскрывая бедрышки. Поднялись, перенесли вес, опустились, собрали ножку. Если я хочу пойти, к примеру, назад, я делаю все то же самое. Я раскрываю свои бедрышки. Я выношу ножку. Я поднимаюсь на передней стопе. Сразу включил таким образом мышцы своей правой ноги. Теперь я использую их. Я толкаю себя назад. Как только я встал весом на левую ножку, на подушечку, я опускаюсь вниз и собираю ножку. Выношу, поднимаюсь, переношу вес. Опускаюсь, собираю ножку. Выношу, поднимаю, опускаюсь. Важно это делать через верх, не спеша, медленно чувствуя, как вы переносите свой баланс с одной ножки на другую ножку. Тогда вы 100% времени чувствуете, где вы находитесь. На правой ноге, на двух ногах, на левой ноге, где ваш вес. Таким образом, любая ваша волна, вы толкаете себя снизу наверх для того, чтобы танцевать волну. И тогда ваше движение будет заполнено. То есть я переношу вес не за счет того, что я корпус двигаю, а нога у меня абсолютно пустая. Нет, я ногой себя толкаю наверх, делая вдох. И потом я опять же принимаю себя этой стопой. Принимаю себя. Тогда будет та картинка, в которой вам всем нравится. Движения будут максимально заполнены. Надеюсь, урок вам понравился. И увидимся на следующих уроках. Подписывайтесь обязательно на канал, пишите комментарии, ставьте лайки и поддерживайте наш проект. Увидимся на следующих уроках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok